Будущее нашего муниципалитета – это молодёжь. Они не боятся трудностей, учатся и работают, занимаются общественной деятельностью, творчеством, создают семьи. Необходимо, чтобы их молодая энергия была направлена в правильное русло. О том, насколько удается добиться намеченного в молодёжной сфере, в нашем следующем репортаже. Доброй традицией стало проведение коллегии по вопросам реализации молодёжной политики в это время, что связано с Днём Молодёжи, который сейчас отмечается в последнюю субботу июня. Это мероприятие, куда были приглашены ребята из всех поселений, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», волонтёры, общественники, прошло в недавно открытом Доме Молодёжи. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно всех приветствовал и отметил, что задача молодёжных активистов – быть в гуще событий, в центре новых инициатив и добрых дел. Чтобы мы с вами шагали в ногу со временем, чтобы мы развивали творчество и спорт и любые другие новые инициативы. Сегодня, я же говорю, мир развивается очень быстро, очень скоро, поэтому надо поспешать. Но главное всё-таки соблюдать, наверное, фундаментальные ценности. Это и патриотика, это и любовь к родине, это и спорт, это и помощь старшим, это и волонтёрское движение, чем, в принципе, вы и занимаетесь. Есть какие-то новые веяния, поэтому я рад, что у нас в Славянске, во-первых, много молодёжи, во-вторых, все вы активные, все вы участники, я не знаю, разных наших форумов, разных мероприятий. Роман Синеговский пожелал собравшимся больше позитива, открытости, успеха во всех начинаниях. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко сказал, что при открытии дома молодёжи была задумка, чтобы он использовался как можно активнее, не пустовал, и сейчас это удаётся сделать. Но успокаиваться не стоит. Основная задача, которую мы ставим перед молодёжью, это всё-таки не входить в тот ранг, может быть, молодёжного движения, чтобы сидели дома, да, там только на компьютерах где-то говорили, а чтобы людей выводить на улицы, чтобы это была та структура, которая видит направление, которая может передать свою энергию, свою инициативу в массы. Ну и, конечно, основной акцент – это работа с ребятами до 35 лет, да, то есть школьники – это всегда охваченная категория, вот та молодёжь, которая до 35 лет, она, ну, к сожалению, не всегда есть возможность с ней какими-то мероприятиями насытиться. Руководитель комплексного молодёжного центра «Континент» Инна Дьяченко отметила, что коллектив центра ведёт работу по 18 направлениям государственной молодёжной политики. Я расскажу об интересных проектах наших, самых главных. Это популярны среди молодёжи проекты «Поющие гитары» и «Летний кинотеатр». Проходят в Северном парке еженедельно по пианицам на площадке «Молодёжный кинолов» с мая по сентябрь. В прошлом году мы провели 14 таких акций. В рамках проекта «Поющие гитары» множество ребят имеет возможность раскрыть свой творческий потенциал. Так на нашей площадке родилась рок-группа «Северный парк». За три года уровень команды значительно возрос, и теперь эта команда успешно гастролирует по поселениям нашего района и других муниципальных образований Краснодарского края. Проект «Литературный конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», где молодёжь с большим удовольствием читает стихотворения известных поэтов и собственного сочинения. Проект объединяет более 250 творческих ребят. В крыльевом конкурсе «Свобода слова» победителем стала наша студентка Кубанского университета Екатерина Орлова, а призером номинации «Авторская поэзия» стала Расим Маметов. Большое внимание мы уделяем развитию интеллектуального творчества. Ниженедельно по пятницам проходит проект «Здоровые игры», направленного в вовлечении и активный досуг в социализацию молодёжи и её развитие. И вот за этот период мы уже провели 47 игр «Мафия», «Иманджинария», «Иактивити» и другие игры. Очень большие успехи демонстрируют клубы, такие как брейк-данс-клуб «Стрит-стайл Крю», танцевальный клуб «Академия», клуб молодой семьи «Счастливы вместе» и другие. Есть чем гордиться и Центру патриотического воспитания молодёжи имени Героя России Геннадия Николаевича Трошева. В рамках гражданского патриотического воспитания проводятся акции, направленные на помощь ветеранам, сохранение исторической памяти и межпоколенического взаимодействия. Среди таких акций можно выделить со временем сердца ветеранов, дорогами славы, диалоги с героями. Я думаю, что большая часть из вас участвовала в этих акциях на территории поселения и наших волонтёров Победы юнормейцев. Также организовано нанесение почётной вахты памяти на посту номер один. Проводятся мероприятия по посещению молодёжью городов-героев и городов воинской славы. Объекты культурного наследия народов Российской Федерации. Горячий крюч, Новороссийск, Анапа, Керчь и наши маршруты не заканчиваются, мы продолжаем исследовать наш край. Также проведены комплексные мероприятия, посвящённые памятным и праздничным датам Российской Федерации. Среди них можно выделить День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День России. Доброй традицией стало два раза в год проведение больших патриотических мероприятий, которые собирают в Доме культуры воспитание кафе на патриотических клубах, наставников юнормейцев, неравнодушную молодёжь, почётных гостей из региональных структур. Всего в 2022 году было проведено 287 мероприятий с общим количеством участников более 60 тысяч человек. За первую половину 2023 года мы уже провели 184 мероприятия с охватом более 35 тысяч. Наиболее активное участие в мероприятиях принимают волонтёры Победы, юнормейцы, студенты образовательных учреждений, воспитанники военно-патриотических клубов. Стремление быть нужным людям, своей малой родине, отличает всех, кто активно участвует в молодёжной работе. И на этих молодых людей равняется вся остальная молодёжь и берёт с них пример. После информативной части коллегии прошло награждение специалистов по работе с молодёжью, волонтёров и активистов грамотами и благодарностями. Были определены ближайшие цели и задачи, одна из основных расширения рядов юнормейцев. Новым начальником управления по делам молодёжи Славянского района стала Елена Ряднова. И управление, и молодёжные центры муниципалитета в числе лидеров по реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. И они продолжат свою очень важную и нужную работу. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».